Конференция очень актуальна на данный момент, потому что она связана именно с мобильностью. А мобильность это очень актуальная тема, в том числе и в корпоративном сферменте. Очень многие корпорации переходят на мобильные решения, хотят быть более мобильными. На сегодняшней конференции было очень много идей со стороны вендоров, какого рода решения можно использовать и не бояться утечки данных. Также мы услышали очень интересный пример о внедрении в Казахстане, так как таких компаний очень мало. И как раз инноваторы поделились своими идеями внедрения в Казахстане. Samsung очень активно двигается в сфере мобильных устройств, в сфере B2B. Мы предлагаем решения по контролю девайсов и защите данных. Наши решения очень даже доступны. Они являются одними из самых дешевых на рынке среди МДМ. И в принципе, такое решение мы развиваем на рынке Казахстана в том числе. Также мы учитываем ситуацию с экономикой. Корпорации думают о оптимизации расходов. Именно в этом плане у нас есть определенные наработки и решения. Большое спасибо за организацию такого мероприятия. Я считаю, что для Казахстана, для современных реалий текущего бизнеса, вообще вся в целом страна и индустрия нуждаются в том, чтобы мы регулярно проводили такие мероприятия. Потому что это очень важно. Именно возможность делиться опытом является ключевым фактором для того, чтобы в целом рынок, современные технологии именно в мобильной связи и мобильной технологии, они развивались. Возможность встретить здесь людей, которые вместе с тобой. Также считают, что эти технологии нужно развивать очень полезно. Потому что сегодня мне удалось получить информацию о людях, о том, что они думают, у кого их мнение, какая у них позиция. Познакомиться с нужными мне людьми, обменяться какими-то данными. В итоге, возможно, выстроить в будущем какие-то совместные партнерские проекты. Я бы, в свою очередь, порекомендовал организаторам продолжать работать в этом направлении, чаще проводить такие мероприятия. Всем людям, которые принимали участие, которые пришли сюда, как слушатели, или пришли для того, чтобы поделиться своим опытом, также хочу призвать к тому, чтобы они не переставали это делать. Пусть продолжают приходить, пусть продолжают рассказывать, делиться своим опытом. Это нужная вещь. Компания KSL работает над разработкой разных продуктов, как долгосрочных, сложных, более комплексных решений, так и простые решения. И сегодня я презентовал такую услугу как Business Pulse, которая на самом деле очень проста, очень удобна и понятна. И если сегодня люди, которые услышали об этом продукте, посчитали, что продукт действительно очень удобный, простой, и как будто бы лежал на поверхности, значит, мы своего добились. Я не просто рассказал о продукте, я дал всем слушателям возможность использовать этот продукт. Люди должны были просто оценить качество презентации, которые мы в свою очередь провели. Им нужно было отправить число 11 на короткий номер 9119, если им понравилось, и 12 слушателей, если им не понравилось. Результаты отчета я получил мгновенно, что на самом деле показывает, насколько удобен продукт, насколько оперативно и комфортно им можно пользоваться. По результатам опроса очень приятные и хорошие данные. Это 90% аудитории, которым понравилось. Я считаю, что это хорошая новость для меня и для компании в целом. Мероприятие, конечно, важно, раз я сюда пришел. То есть мне же никто не заставлял. А насчет важности для аудитории, я думаю, оно даже не столько важно для IT-аудитории, которая здесь широко представлена, сколько для бизнес-аудитории. Я часто встречаюсь с бизнесменами, и понимание вот этой проблематики, оно далеко не такое. Даже здесь оно условно какое-то среднее. Когда занимаешься где-то впереди-впереди, некоторые вещи кажутся банальными. Когда встречаешься с людьми, которые занимаются реальным бизнесом, часто для них это вообще какие-то отвлеченные вещи. Сегодня порадовал, собственно, Рейнбек, порадовал Аэростана. Они рассказывают уже что-то очень живое, очень настоящее. И я думаю, вот тем людям, которые здесь были из бизнеса, это очень важно было. То есть слушать про какие-то технологии, ну да, они их услышали и забыли, скорее всего. А вот бизнес-кейсы, я думаю, это классно. В последние сессии возник вопрос, кто же будет контролировать контролирующихся. Это вечный вопрос. На самом деле сейчас есть еще такая технология блокчейн, которая может быть не столько мобильная, но эта технология очень мощно изменит мир. Вот как мобильники изменили подходы, многие. Так блокчейн очень сильно изменит подходы к информации. Именно к доверию к информации, к проверкам и так далее. Ну вот это очень важная вещь. Если она еще сегодня поднимется, будет вообще класс. В организации на высоте, как всегда, на днях профита мы с радостью участвуем, с радостью готовим, когда по возможности, именно по нашей теме мы готовим презентации, стараемся, чтобы они были интересными, интерактивными. Презентацию назвали не просто так, мы назвали авиационную именно мобилизацией, а не мобильность. Почему мобилизация? Когда мобилизируют войска, хотят что-то сделать, да. В основном это для защиты. Так вот, мобильность, чем больше она распространяется, тем больше нужно внимания обращать именно в безопасности таких решений, да. То есть мобильные решения удобные, доступные, дают свободу действий пользователям, сотрудникам, но в свою очередь они создают очень много угроз. И внедрять приложение мобильное, не подумав о безопасности, наверное, было бы неправильно. То есть создавать себе работу на ровном месте никто не хочет. Многие об этом говорили. Поэтому события интересные, очень долго ждали, готовились. И надеюсь, что профит будет продолжать эту тему. Нам было бы, по крайней мере, интересно участвовать и видеть, как это делается в других компаниях, учиться у других, да. Ну, думаю, и разума, как бы, тоже может кого-то в чем-то научить. Поэтому площадка интересная. Спасибо вам большое. Я думаю, что, в принципе, мероприятие важное, да, потому что мобильность сегодня является одним из таких, одним из предопределяющих факторов многие бизнесы. Услышали мы какие-то проблемы аудитории, мнение экспертов. В каких-то случаях многие вопросы решены. Возможно, просто нужно донести соответствующим образом информацию. Еще сегодня ожидаются интересные доклады. Нужно дослушать, и тогда уже можно как-то более целостное понимание этого вопроса. По безопасности это самый актуальный, наверное, вопрос на сегодняшний день, потому что эти технологии в наше производство приходят. Особенно актуально это байот-устройство в плане того, что именно комфортность и гибкость бизнеса должна быть адаптивной. Поэтому все нужно делать быстро, с наименьшими затратами. Поэтому по байоту, то, что сегодня мы говорим и будем говорить, это на сегодняшний день очень актуально. По организации, по самому мероприятию. Ну, зал полный, мне кажется, больше ничего говорить здесь уже и не надо. Все довольны, все радостны. Все, мне кажется, классно. Сегодня очень интересное мероприятие. И, конечно, я всегда получаю огромное удовольствие, приходя на такие ивенты. Потому что аудитория, собирающаяся здесь, это люди, которым не все равно. Вот для нас, как для вендора, стоящего на самом переднем, кроме борьбы с угрозами, нам не все равно тоже, что происходит. Поэтому приятно поправиться с такими же людьми. Вторая важная отличительная особенность. Здесь очень много практических кейсов. И выступают люди, рассказывают не только стороны вендоров, не только стороны производителей какого-то, правообеспечения или услуг, а именно те люди, которые уже внедрили что-то. И вот это как раз очень интересно, увидеть и понять, как же работают те технологии, как их применяют на практике. С точки зрения вообще там и сегодняшнего мероприятия, некого общего тренда, хочется увидеть и понять, а как же там более практически будут реализованы все вещи, все задачи, связанные с взаимодействием с людьми. Не секрет, что там ключевая проблема безопасности – это человеческий фактор. Можем там покупать сервера, можем ставить правообеспечение, но без общения с людьми, без обучения – это невозможно. Поэтому, конечно, хочется услышать и на этом мероприятии, и на других, как можно больше информации о том, а как же люди планируют решать проблему человеческого фактора при помощи информационной технологии и информационной безопасности. Интересно то, как люди, больше компаний, справляются с проблемами, которых раньше у них не было. Специализация здесь понятна, то есть это в большинстве случаев либо мобильные технологии, либо мобильные приложения, но тем не менее, то есть как это делается, как люди преодолевают вопросы и проблемы, которые у них возникают, это на самом деле очень интересно и очень круто. Если мы сможем подчеркнуть какой-то опыт, который нам рассказывают, то я считаю, что не зря сюда я пришел. Колеса-крыша – это глобальные уже для Казахстана имеются в виду проекты. Мобильные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и у нас 75, даже больше процентов людей пользуются нашим продуктом уже с мобильных устройств. Ну и, соответственно, нам нужно даже уже не вскочить на поезда, смело управлять этим поездом и сделать так, чтобы через несколько лет мы были первыми, возможно, не только в Казахстане, возможно, мы куда-то дальше еще пойдем. Во-первых, это последнее мероприятие в этом году. Поздравляем вас, я думаю, что с успешным завершением, потому что мероприятие получилось очень актуально и интересно. Люди задают очень интересные вопросы. Особенно хочу отметить презентацию Яростаны, где людям аж пришлось выдвинуться за пределы назначенного времени. Мы все опоздали на обед, но все задавали около 12 вопросов, поэтому все в этом плане отлично получилось. Как обычно, очень ярко, стильно, поэтому только очень позитивные отзывы. ЦИСКО давно уже идет по пути предвосхищения всех результатов. Мы считаемся законодателями мод в этом направлении, с точки зрения мобильных технологий в том числе, с точки зрения того, куда развивается рынок. Помогаем этому рынку. И обычно еще года за три говорим о том, что будет через три года. Поэтому с точки зрения трендов, даже может быть не про ЦИСКО, если мы говорим вообще про тренды конференций, на следующий год, например, обязательно нужно будет говорить про интернет вещей, про то, к чему мы идем, куда мы двигаемся, что за пределами есть мобильных устройств у наших заказчиков, просто клиентов. В этом плане нужно понимать, что будет нового, и желательно сразу предусветить все вопросы, которые могут быть, чтобы мероприятие не теряло свою актуальность, было еще более интересно, чем в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова